С этого момента я буду выпускать свой блог о воркауте. Первый блог я хотел бы посвятить о спорах вокруг статики и динамики. Начинаем. На современном этапе развития воркаута сейчас стал вопрос о том, что надо вводить динамику в наши соревнования. Это встретило противоречивые мнения. Одни за, другие против. За оказались как раз-таки иностранные атлеты, большинство. Ну а против у нас, конечно же, в России. Давайте разберемся, с чем связано введение в воркаут динамики. Говоря о динамике, я буду подразумевать то, что сейчас нам вводят, а не то, что является на самом деле. Динамика в воркауте у нас должна быть силовая, если мы говорим о силовом фристайле на чемпионатах страны и мира. Динамика в силовом воркауте должна по себе подразумевать отжимания в горизонте, подтягивание в висе, подтягивание в ласточке, подтягивание на одной руке и так далее. Это и будет динамика силовая. То, что нам сейчас предоставляют делать на соревнованиях, это называется техническая динамика. Техническая динамика представляет из себя то, что вы сейчас видите. Это перевороты 360 на турнике, повороты 540 на...